Я хотел бы прочитать одно место из Евангелия, это Евангелие от Луки, девятая глава, где вот посмотрите, говорится, что 46 стих «Пришла ученикам мысль, ученикам Христа, кто бы из них был больше?» Это наша любимая тема для размышлений. Кто же из нас все-таки, ну, поважнее-то будет, по-духовней, посильней, Бога круче знает, а кто же, как-то пора уже нам определиться, кто из нас важен, а кто так просто захожанен в нашу церковь. И это все идет уже две тысячи лет в церквах. Кто же из нас больше, кто же духовней, кто же круче, кто ближе к Богу, кого Господь сильнее любит. И вот Иисус, видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им, «Кто примет с ее дитя, во имя мое, тот меня принимает. А кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». Иисус показал, что наша значимость не в нашей позиции, не в наших почестях, а в нашем смирении, в нашем служении. Вот к чему надо стремиться. Не к великим погонам. Был помощником пастора, стал пастором. Был пастором, стал не знаю кем. А? Епископом, да? Был епископом, стал каким-нибудь пророком. Был пророком, стал апостолом. Вот и у нас церкви полны апостолами Колями и пасторами Вовами всевозможными. Очень все важные по себе, очень важные. И вот Иисус показал, говорит, ну, ребят, ну, это же игры все. Вы же играете в важность. Вы играете в важность. Я иногда смотрю, какие-то там великие съезды какие-то, какие-то. Так все важно. Думаю, боже ж ты мой. Просто вот. Мне даже иногда трудно представить себе Христа, если бы он сегодня был на земле, вот, среди многих таких духовных соборов, каких-то там, каких-то заседаний. Ну, как-то, мне кажется, ему там неуютно. Вот там где-нибудь у костра с гитарой я отлично себе Христа представляю. Представляю. Но вот на таких симпозиумах с трудом. Вот. Но дальше, смотрите. После этого, 49 стих, при съем Иоанн сказал, потому что ведь люди не просто хотят быть великими. Когда человек хочет быть великим, он должен кого-то опустить. И вот Иоанн сказал, «Наставник, мы видели человека именем твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Знаете, мне очень нравится эта же история. У евангелиста Марка написано, что он не ходит за нами. Тут с нами, а у Марка за нами. И Иисус сказал ему, «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Понимаете, нам важно, чтобы люди не просто шли за Иисусом, а чтобы они еще шли за нами. Вот тогда это хорошие и правильные люди. А если ты просто там ходишь с Иисусом, во имя Иисуса что-то делаешь, веришь в Иисуса, ну какой-то ты странноватенький. Потому что, чтобы быть нормальным, нужно быть вот с нами, вот идти за нами, вот это нормально. А там как-то быть с Иисусом, но без нас, это вообще непонятно зачем. Такого с таким человеком нужно что-то срочно делать. И мы видим, что вся история церкви наполнена, когда одни верующие все время что-то делали с другими, неправильно верующими в Иисуса, не так, как надо верующими в Иисуса. Ну надо же ерес-то искоренять. Это как пошло с первых веков, так и не остановить. И мы видим, что такие мысли и у апостолов были, да? Как это так? Он не ходит за нами. Так что, ну в крайнем случае запретить ему. Давайте запретим. Какое право он имеет вообще тут проповедовать, учить? Запретить ему. Ну а не прослушаться запрета, будем думать дальше, что с ним делать. Интересно, что Иисус на эти рассуждения, он не ответил. Говорит, ну конечно же, конечно же, надо всех тут. Только мы маленькая правильная секта, секточка. А все остальное, не-не-не. Только наша конфессия, только наша деноминация. Правильная, все остальные неправильные. Иисус сказал, вы чего? Кто чего? Врагов себе ищете, да? А он не против вас. А вы уже с ним готовы воевать. Он не против вас. А вы уже врагом его считаете, да? Уже запретить требуете. И вообще, вы знаете, Иисус говорил такие вещи, такие притчи, которые, мне кажется, до сих пор как-то нами, верующими, не до конца осмысленны. Его знаменитейшая притча, которую мы так любим, да? Притча о любви, о доброте. Притча, которая называется притча о добром саморенении. Она же говорит о том, что человек был в беде, ограбленный разбойниками, избитый, валялся. Мимо шел левит. Одной и той же правильной веры с ним. Но он прошел мимо. Почему? Дела, торопился, не знаю почему. В общем, было не до этого избитого, израненного. Потом шел священник. И тоже прошел мимо. Тоже были какие-то причины. Ну, наверное, этот сам виноват. Может, напился. Нечего было лезть ему. Нечего там короткую лубку надевать. Сама виновата. Нечего там лезть. Сам получил, да? То есть мы всегда обвиняем жертву. Мы находим, почему жертва сама виновата. Чтобы оправдать вот свое часто бездействие. Оправдать свое равнодушие. Но пошел мимо добрый самарянин. Вообще неправильный человек. Ему и до священника далеко, и до левита даже далеко было. Вера неправильная. Поклонялись не так. Богословие вообще не поймешь какое. Но, к удивлению, этот добрый самарянин остановился. Помог несчастному. Отвез его в гостиницу. Оплатил пребывание. И сказал, что если там еще будут больше издержек, я возмещу. И эту притчу Иисус заканчивает словами. Кто из этих был ближний для несчастного? Потому что изначально был вопрос. А кто мы ближний? Кто был ближний? Добрый самарянин. Вот вам и ответ. Подожди, подожди. Надо сначала разобраться, во что добрый самарянин веровал. Давайте послушаем. И покаем его, если он не так веровал в что-то. Надо как-то обработать его голову. Потому что там как-то не так в его голове. С убеждениями в его голове. Как-то подозрительные убеждения в его голове. Это, конечно, хорошо, что он добрый. Подождите, подождите. Иисус сказал, по плодам их узнаете их. Вы знаете, я однажды осознал, что когда мне плохо, я хочу, чтобы рядом со мной были добрые люди, а не правильные люди. Вот иногда как тошнит в христианстве от всевозможных правильных людей. У них правильное богословие. Вот только так вот, они просто вот так вот. И только те, кто идет за ними, это нормальные, правильные верующие. Нормальные, правильные христиане. А все остальные, не дай Боже, не дай Боже, такие ужасные. К сожалению, такая беда она и болезни Лютера постигла. Когда и он стал тоже гонителем, инквизитором тех, кто был уже с ним не согласен. Я думаю, это одна из больших проблем, которые вот изначально были посеяны в новое вот это движение, в новое течение. Продолжение следует...